МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дмитрий Медведев поручил до 20 декабря подготовить и внести в Госдуму проекты законов, которые позволят приостанавливать деятельность кампании-нарушителей во внесудебном порядке и увеличивать административные штрафы за нарушение правил подготовки и выполнения полетов. Сегодня сразу в нескольких городах хоронят погибших в авиакатастрофе под Ярославлем. Траурные церемонии состоялись в Москве, Зеленограде, Магнитогорске, Минске, Праге. Тренер локомотива Игорь Королев похоронен в Зеленограде. Гражданская панихида прошла в местном ледовом дворце. Прощание с Геннадием Чуриловым состоялось на ледовой арене «Металлург» в Магнитогорске. Минчане проводили белорусского игрока Сергея Остапчука, а также его земляка, тренера по физподготовке Николая Кривоносова. В Москве хоронили троих членов экипажа Як-42. Катастрофа унесла жизни трех игроков сборной Чехии. Жители Праги почтят память Яна Марика, Карила Рахуника и Йозефа Вашечика. Номера этих хоккеистов сборной будут закреплены за ними навсегда. Состояние двоих выживших в авиакатастрофе. Хоккеист Александра Галимова и бортпроводника Александра Сизова по-прежнему крайне тяжелое. У Галимова ожоги 90% тела и верхних дыхательных путей. У Сизова помимо ожогов еще и множественные переломы. Он в сознании, но потребуется несколько операций. Когда можно будет их сделать, решают врачи. Основные версии причин катастрофы – отказ техники и ошибки в пилотировании. Выяснилось, что моторы были полностью исправны. Это подтвердила расшифровка одного из черных ящиков. Двигатели Як-42 работали вплоть до столкновения с землей. В Росавиации накануне сообщили результаты проверки топлива, которым был заправлен самолет. Оно соответствовало норме. Образцы авиационного керосина взяли и в аэропорту Туношно. Эта экспертиза также не выявила нарушений.